Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился данный ролик и другие ролики на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, это игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения, летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, давно у нас не выходила карьера за Лестер Сити. Все, вроде как возвращаюсь в этот ритм. Будем теперь, надеюсь пока что, решать проблемы, которые у меня вот были связаны с PlayStation, с временем. Вот такие вот две проблемы у меня возникали. Сейчас постараюсь их решить, по крайней мере успеть решить до начала сезона FIFA 22. Поэтому ждите, контент с FIFA 22 будет просто отменным, я в этом уверен. Также у нас сейчас проходят голосования во вкладке сообщества. Переходите, опросики проходите. Так что там тоже вы можете внести вклад в будущее моего, так сказать, канала. Ну и также про другой вклад небольшой. Вы можете стать спонсором моего канала всего лишь за 99 рублей в месяц. Вы можете стать спонсором моего канала, получить много интересных разных бонусов, про которые вы можете прочитать при оформлении этой, так сказать, спонсорской подписки. Ну что же, сейчас мы продолжаем. Все так же у нас 4 матча. Начнем мы против Шеффилда, у нас первая игра с ними. Они идут, кстати, на седьмой строчке, у нас отставание в 4 очка до них. Ну и давайте сейчас посмотрим, что у них, что у нас, во-первых, по составу. Потому что давно не записывал Варт, Шмейхель, Фучи, Ангелиньо, Кастаг. Но там вроде, кстати, Регульон, вот, да, Регульон, Регелон, как угодно можно его называть. Вот, поэтому Фучи мы, наверное, все-таки так вот уберем. Вот, дальше. Кастагна справа, Рикардо Перейра там. Ну и пошли Канате, Орбан, Фафана. Вот они здесь. Но я бы, я даже не знаю, кого лучше здесь заменить. Саюнцу. Давайте вот я бы Саюнцу бы сравнил с Гомесом. Ну, Гомес как бы повыше. Повыше, поэтому я, наверное, Саюнцу заменю на Канате. Будет у нас Канате в стартовом составе. Вот, каждый месяц мы будем, наверное, менять, потому что там рейтинги у многих игроков меняются. Слева у нас Мэдисон, если мы ставим туда Барнс, у него 7-6, поэтому все пока что нормально. Так, справа Ундер, если ставим туда Айоза Перейза, рейтинг, естественно, ниже. Ну и Лаутара Мартинес у нас как стартовый игрок. Но это в любой момент можем мы изменить, выпуская Варди. Потому что Варди все-таки для меня прям такой капитан, который должен справиться со всем давлением. Играем против Шеффилда. Я сейчас не посмотрел, с кем у нас дальше там игра. Против Бернли. Против Бернли. Ну, они идут, наверное, вообще там внизу. Ну, 15-я строчка. Не знаю, что про них можно сказать. Давайте в любом случае настроимся на Шеффилд. Все-таки это важнее игра, они выше нас. Поэтому должны постараться их мы обыграть. Так, ну вот проблема. Ни Регелон, ни Ангелиня не в хорошей форме. Придется выпускать Фуча. Фуча нашего. Вместо Рикарда Перейра выпущу Кастагны. Подустал он. Не знаю, стоит ли выпускать Прайд вместо Телеманса. У Телеманса там немножко прям вообще... Давайте выпустим. Если что, Телеманс во втором тайме выйдет. Ну и выпущу Варда. Потому что Шмехель подустал. Фуч будет с капитанской повязкой. Поэтому все. Вот таким составом мы выходим на игру против Шеффилд Юнайтеда. Мог бы я, конечно, сейчас и Варди, наверное, выпустить. Да, давайте лучше Варди. Надеюсь на Варди. Поэтому Лестер против Шеффилда. Английская премьер-лига. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити против Шеффилда. Это английская премьер-лига. Первый матч у нас в сегодняшнем выпуске. Мы начинаем. Замечательно. Поехали. Обидно. Обидно потеря очков. Нулевая ничья. Тем более в домашних стенах играли. Но контролировали игру. Просто нету сейчас у нас никакой реализации. 7 удара. Трифствор. Владение. 70 на 30. Просто вот действительно обидно. Лучшим стал Тилиманс. Кстати, отлично вышел на замену. Так что поздравления моему. После 23 тура мы все так же на 10 строчке. У нас отставание в 24 очка до первого места. Итак, сразу же у нас без всяких новостей. Никакие уведомления нам не пришли. Варди отрицает слухи о переходе в Эвертон. Диди может перейти в Герту Берлин. Болельщик недовольный, как играет Конате. Ну и все. Сейчас у нас игра против Бернли. Дальше идет важный матч против Уверхэмптона. Против Манчестера. Поэтому надо постараться сейчас не упасть в грязь лицом. Ну и хотя бы вот с Бернли отыграть на уровне. Так, ну Вард не будет играть, естественно, как мы видим. Сыграет Шмейхель. Вместо Конате, я не знаю, выпустить Саинцу. Раз болельщики недовольны им, то и мы тоже будем немножечко так толерантны к болельщикам. Минди, вот выпущу, посмотрим на него. Ну и Барнса бы я бы слева посмотрел, а не Мэдисон. Ну и справа вот тоже вот Айоза Переза и Барнса попробуем. Ну и Лаутар Мартинес, во-первых, выйдет в старте. Посмотрим на такой состав. Не знаю, что из этого там может выйти. Посмотрим. Надеемся на сегодня хотя бы 3 очка с выезда. Поехали. Итак, Туршмур. Бернли принимает сегодня Лестер. Бернли идут, конечно, пониже, чем мы, но не умаляет их шансы. Они сразу бегут в атаку, как мы видим. Не знаю, главное сегодня вот сдержать этот натиск от Бернли. И будем стараться одержать сегодня победу. Очередные нули на табло. Снова нереализованные моменты. Просто вот сейчас действительно нам не везло. Особенно Лаутар Мартинесу. Снова владение 60 на 40. Большое преимущество за нами. По ударам дальше. Ну вот, поп. Просто много сделал сейвов. 4 сейва уж точно. На его стороне. Но вот Лаутар Мартинес. 6 ударов, 5 створ. Хороший первый тайм он провел. Так что ничего против него не имею. Просто решил его вот заменить. Итак, после 24 тура мы уже опускаемся на 11 строчку. И до первого места у нас 26 очков. Так, нам приходит сообщение. Переговоры. Моя команда. Кого-то забрать хотят. Но это Тилиманс. Его я продавать не хочу. Причем Манчестер и Найтед в хорошей форме хочет забрать Тилиманс. Они переплачивают за него. Действительно, Тилиманс один у нас из ключевых игроков. Хоть вот за 28 матчей забил один гол и отдал одну голевую. Но хороший бокс-ту-бокс у нас это точно вот Тилиманс. Там еще у кого-то Чудхури. Чудхури хотят у нас забрать в аренду. Мы его как раз выставляли. Поэтому без проблем на полгода можно его отдать. Деньги как минимум мы за него хорошие должны получить. А у нас заканчивается как раз трансферное окно. В последние часы вот и пошли эти предложения. Так, Нидиди у нас все-таки получает предложение от Герты. Причем получил он рыночное предложение. Ну, мы точнее получили рыночную стоимость. Нет, Нидиди мы тоже отклоняем. Вот Чудхури с Брайтоном договорились, я так понимаю, на полгода. Мы сейчас проверим точно там на полгода. Да, на полгода и за 2 миллиона мы его отдаем на полгода. То есть, все. Отлично. Деньги за трансфер мы получили. Итак, Санчес, Девинсон Санчес у нас получает предложение от Челси. Тоже, значит, ключевой там у нас игрок. 21 матч отыграл. 5,3 оценку получил, кстати. И Челси, Ювентус и Барселона им интересуются. Ну, вот Челси решили первыми отправить. Накопили, наверное, деньги. Но мы пока что никого не продаем именно из ключевых игроков. Итак, снова получаем мы предложение. Здесь уже по Варду. Так. Вард. Нам нашли точнее, покупатели. Покупателя мы нашли на позицию Варда. Но я сейчас не знаю. Я никого в любом случае не купил на позицию вратаря. 75-й рейтинг у него. Посмотрим, может, из молодежки кого-нибудь будет. Мы могли забрать. Ну, нет. Здесь максимально 69-й. Поэтому мне придется отклонить предложение по Варду. Хоть мы его и выставили. Но просто мы не нашли ему еще замену. Ашмейхеля гонять в конце его уже, наверное, там карьеры. Под конец карьеры мы тоже не можем рисковать. Оставаться с одним голкипером на вторую половину сезона. Варди. Варди решили купить. Манчестер Сити ниже рыночной стоимости. Я не знаю, зачем им. Джейми Варди. Наверное, они, как и в реальной жизни, продали Сергию Агуэра. Ну, здесь только вот Сити им и интересовались. Но неплохо. Кстати, 6 плюс 6 за 29 матчей. Но, хотелось бы и лучше. Сейчас из-за прихода Лаутара Мартинеса может он немножечко как-то подгрустнул. Вот это вот обидно. Так, очередное предложение по нашему самому закорейтинговому игроку по Девинсону Санчесу Ювентус тоже. Накопили деньги. Теперь Ювентус, Атлетика, Айнтрахт, наверное, Барселона передумала подписывать его. Ну и, кстати, Фуча. Мы нашли наконец-то. Фуча сейчас мы продадим в Улверхэмптон. Продлевать контракт я, как понял, мы с ним и не собирались. Поэтому давайте повторные переговоры. Я надеюсь, успеем мы чуть-чуть там побольше. Вот миллион двести хотя бы. Ну вот, да. Фуча мы хотя бы сейчас и продадим в последний час трансферного окна. У нас есть Анхелиньо слева, Регелон. Поэтому Фуча мне, к сожалению, вот не нужен. Да, тут и последний у нас остался. Скольки летнего? 35-летнего. Он у нас вышел в 21 мая через 32-х даже забил гол. Ну, кстати, Челси им тоже интересовались. Но Фуча мы отдаем в команду, которая идет выше нас. У нас как раз с ними сейчас будет скорая игра. За миллион сто. Полтора миллиона он, кстати, получал. Поэтому как-то так. В сборную месяца не попал ни один наш игрок. Но это, понятное дело, последние две игры вообще никто сильно не выделился. По предыдущим я уже не помню. Ежемесячный отчет. Здесь только наша молодежка. Пока что не сильно это интересно. Ну и все. Болельщики недовольны, как и Ред Канате. И завершение периода трансфер. Сейчас у нас игра как раз против Луэрхэмптона. Они идут на восьмой строчке. У нас отставание до них в 2 очка. Если мы сегодня одерживаем победу дома, то обгоняем их даже. Поэтому надо стараться. Дальше у нас игра, кстати, совсем скоро через 3 дня против Манчестера Юнайтеда. Они идут практически как Луэрхэмптон. Но отставание там великое. У них лидерство в 9 очков у Манчестера. Поэтому будет у нас вот сейчас огненная концовка. Два очень трудных соперника. Вместо Ундера мы выпускаем Айоза Переза. И вместо Лаутара Мартинского. хоть у него пиковая форма, вот его и выпустим. Все. Доверюсь я ему. Так, быстренько если пробежаться, посмотреть, может кто-то там хороший буст получил там с капитанской повязкой. Нет, никого. Поэтому будет Ладно Шмихель. Ну и все. По показателям мы сейчас так быстренько пробежимся, посмотрим. Кстати, я как вижу 2, 4, 6, 8, 10, 11. Да, у нас 11 футболистов. То есть мы продали всех ненужных и теперь просто уже идем на улучшение нашего состава. Поэтому как-то так наш состав на экран. Кстати, Лингард мы видим в Улэрхэмптоне играет уже. Наверное, подписали сейчас зимой. Больше таких прям интересных игроков в составе Улэрхэмптона не вижу. Поэтому давайте будем начинать не затягивать. Лестер против Улэрхэмптона поехали. Итак, King Power Stadium Лестер Сити принимает Улэрхэмптон. Сегодня Лестер по сегодняшнему выпуску очень невезучая команда получилась у нас. Действительно. Хорошие две игры провели с такими прям аутсайдерами. Там и Бернли, и еще с кем-то там вот играли уже не вспомню. Но они шли выше нас. Но вот как-то вот нам не повезло. К сожалению. Супер Гомес. Ну можно, можно, раз не встречают еще двигаться вперед с мячом. И Лаутару Мартинес забивает все-таки голевая Джугомеса. Отлично. Слава богу, мы здесь распечатали ворота. Вот неплохо сейчас. Просто неплохо Джугомес прошелся, подключился даже такого, не знаю, опорника на подмогу Минь, Этому, Диди, да, пришел. Вот. И отлично какой пас. Смотрите. Выждал, пока Лаутару не будет во всаде. Отдал на него и тот в касании с левой ноги забил. Гомес отдает ассист. Вот просто замечательно сейчас атака получилась. Все грамотно. Ни Гомеса не встречали. Все пошли как-то в оборону игроки Вуллерхэмптона. Ни Лаутара Мартинеса сейчас не держали. И все. Диога Жота выходит вместо Педро Нетто. Но у нас наконец-то забитый мяч. Не зря, не зря мы выпустили и Лаутару Мартинеса и Джейми Варди. Главное сейчас, чтобы все это не зазря у нас было. Потому что пропустить мы тоже вот можем. А Мэдисон это отдает. А Мэдисон на Варди и Варди делает что 2-0. Вот они мои нападающие. Может быть и схема вообще в такую перейти. Очень рискованную в 5 защитников 4 нападающих и только одного чистого полузащитника. Но вот просто помогло это. Я не знаю, как будет там дальше. Потому что дальше у нас Манчестер Юнайтед. Будет трудно какое-то вот решение принять. Можем вообще перейти от схемы в 4 защитника. Потому что я не знаю, зачем нам столб такой обороны. Если у нас есть и Варди, и Лаутару Мартино, с которых мы можем вот сразу выпускать. Правда, у нас тогда на замену форвардов не будет. Уверенная домашняя победа. Лаутару Мартино и Джейми Варди забивают после перестроения в 4 нападачи. Все-таки получилось у нас наконец-то распечатать ворота в сегодняшнем выпуске. Поздравляю всех с победой. Ну и 4 удара 4 в створ. Теперь первый тайм закончился с нулями у обеих команд. Вот. Поэтому все замечательно. Варди стал игроком матча. 7.5 у него оценка. После 25-го тура мы поднимаемся на 8-ю строчку. Поэтому опередили, во-первых, да, Волверхэмптон. Ну и до первого места у нас 23 очка. Вот так. Учелся там скорее всего тоже потеряли, потому что у нас отставание было побольше. Ну вот сейчас задумываясь тем, что может быть действительно стоит перейти нам на схему в 3 защитника. Я бы может быть действительно захотел. Не в 3, а в 4, да, в 4 защитника в 2 нападающих. Найти бы еще вот эту схему. Если она в принципе-то есть. Ну, я так понял, нету, поэтому лучше самому ее вот переставить. Ну, по факту Гомеса мы отсюда вот убираем, только Гомеса и Варди отсюда забираем. Как бы, ну вот так. Давайте посмотрим на первое время, что у нас из этого вообще получится или не получится. Если все получится, тогда от двух центральных защитников мы избавимся и подпишем на их позицию двух нападающих. Вот. Поэтому как-то вот так. регионы немножко сюда бы. Все, попробуем вот так. Почему бы и нет. Вдруг это действительно что-нибудь да и поможет. Так, у нас сейчас игра против Манчестер Юнайтеда. Варди. Не знаю, давайте пусть Варди будет с капитанской повязкой. и Санчес сегодня не сыграет. Так, ну вот сразу давайте перезайдем снова туда в план игры. Уберем Гомеза оттуда и возьмем Барнса на скамейку запасных. У нас в резерве четыре центральных защитника. Четыре. Ну вот смена игры по ходу сезона надеюсь нам принесет что-нибудь. Так, ну Гомеза я бы выпустил. Потому что вроде как он более-менее вот голевую отдал в предыдущем матче надеюсь в этом тоже нас не подведет. Все, вот таким составом хоть и у Лаутара Мартинеса немножко она ниже но мне просто выпускать уже некого. Есть еще конечно один вариант не брать Лаутара Мартинеса взять Барнса которого неплохая и вот так вот Варди опять попробую ну из-за того что чисто у Лаутара Мартинеса плохая форма в три сейчас полузащитника мы сыграем Рикардо Перейра вот так да 4-2-3-1 4-2-1-3 да вот все правильно так вот еще попробуем почему бы и нет Мэдисона на его родную позицию поставим а вдруг что-то да и поможет и Варди вот снова до капитанской провязки пропадает к сожалению Манчестер против Лестера поехали итак Олд Траффорд мы играем против нашей бывшей команды можно так сказать потому что раньше карьера на канале была за Манчестерю но после ее завершения который длился один сезон многие попросили продолжить карьеру за Манчестер я решил вот объединить было две идеи либо это новая карьера либо за Манчестер продолжить я решил почему бы и нет за Лестер тем более тоже вот АПЛ все было бы для вас интересно и как я вижу все супер происходит у нас к вам ко всем прислушался почти ну всем не угодить как говорится отлично какой перехват какая передача сейчас могла бы пройти Варди без офсайд я надеюсь да и Ундер на Варди Варди 1-0 мы выходим вперед на Олд Траффорд Джейми Варди выводит вперед Лестер Сити перед самым перерывом ну супер супер гол и супер комбинация сейчас здесь прошла вы посмотрите в стеночку здесь как отыгрались и Ундер записывает на свой счет голевую передачу отлично Варди наконец-то забиваем мы без всякого вот этого невезения моментов у нас вроде сильные не было в атаке один буквально в начале тайма не реализовали вот сейчас все супер уходим на перерыв даже и ведя уже в счете и Варди забивает второй вы просто посмотрите здесь уже просто в молчанку такой решил поиграть думал ну ничего особенно не произойдет а здесь второй гол от Джейми Варди смотрим еще раз Рикардо Перейро пасцентр на Телеманса тот находится сразу на Варди и тот обработал принял немножечко вперед пробросил все супер 2-0 Джейми Варди забивает дубль на Олд Рафорде ну и получает теперь плотную опеку бить можно было на накрыли удар опасный момент Кавани и все-таки забивает все-таки забивает его вывели практически смотрим Погба очень хорошо здесь пасом нашел сейчас отсюда будет очень тяжело увидеть на кого он отдал на 18 Бруно Фернандеш отдал голевую передачу на Кавани еще 2-1 еще ничего не ясно наверное в себя мы сильно поверили сейчас и 2-2 на 82-й минуте это Мак Томиной сравнивает счет вот просто доигрались Ван Бесака накрутил на фланге отдал в центр и никто уже здесь не держал Мак Томиной ну и Шмехик там из-под защиты наверное пробивали у нас выходит Прайд вместо Мэдисона подуставшего поэтому не знаю что сейчас у нас получится не получится и слава богу Шмехель вытаскивает этот мяч из ворот ну и все у нас ничья вели со счетом 2-0 и просто на воле Манчестер Юнайтед сравнивает счет игра очень была интересная завораживаешься 4 забитых мяча ну и боевая ничья от обеих команд для нас наверное это будет плохо да мы на 9-ю строчку опускаемся до первого места у нас 25 очков сейчас ну и как-то так я не знаю что еще можно сказать по поводу сегодняшнего выпуска не получилось в первых двух матчах вообще забить вот сейчас перестроились на другую схему будем стараться сейчас что-то делать кого-то находить вот Анану нам предлагают например на позицию вратаря подписать ему 25 лет играет в Тоттенхлеме почему бы и нет тоже интересный игрок вот Стракошу нам нашли из Ливерпуля в Ливерпуле он играет и Кепу поэтому сейчас будем думать напишите в комментариях кого бы вы хотели видеть на позиции вратаря сейчас также займемся продажей защитников которых я вообще не знаю ну вот понабрали потому что и будем искать теперь двоих новых нам центральных нападающих поэтому как-то так ребят всем спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы с вами был Андрей канал футбол это же до новых встреч друзья всем до свидания субтитры и Продолжение следует...